Беларусь Беларусь Гомельского инженерного института МНС Приняли присягу на верность родиме и обранной профессии Церемонию особистым наведал министр по надзвичайных ситуациях Республики Беларусь Уладимир Вашенко Под обязанности падеи у наступном сюжете Гэты словы для курсантов Гомельского инженерного института МНС Стали одночасовые присягой и присвячением профессию Учарашние абитуриенты поспехово вытремали уступные выпробования На одно место все это претендовали шесть человек Отбор пройшли лепшие И уже праздник кольких годов я не станусь полноправными работниками органов и подразделений МНС При распределении учитываем, конечно же, и уровень знаний И, конечно же, его целом отношении, его активность, его участие в каких-то мероприятиях И с учетом этого мы и распределяем На перспективы от сегодняшнего курсанта до министра 105 першокурсников, у лик, у которых 14 девчат будут осваивать профессию инженера Папа Тареджа, небедствов, стихийного и назвычайного характера А еще специальность пожарная и промысловая безпека Якая открыта только в этом году Система образования в Беларуси достаточно высокий рейтинг имеет И пользуется авторитетом во всем мире И не случайно сегодня, в том числе и наши ученики Показывают высочайшие знания и на всевозможных международных олимпиадах, конкурсах Все это говорит о хорошем уровне образования Но предела совещанства нет, поэтому мы ищем новые формы, методы Что год у Гомельском институте научаются больше за тысячу студентов В очной и за очной формах научания Да раньше белорусская специализованная адукация в пушние годы набирая популярность у замежников Основный поток абитуриентов у Дез Казахстана и Таджикистана И таки выбор мая под собой твердые подставы Высокий узровень подрыхтовки дозволяя выпускникам реализовать себе не только у своей профессии Али и на серьезных державных посадах Ганна Ковалева, Максим Савин, Игорь Марышенко Телерадоя компания Гомель До сусветного дня первой допомоги у Гомеля примарковали акцию Под назвой «Стань героем, ратуючи життё» Инициаторами ее проведения выступлива Властная организация белорусского товариства «Червоного крыжа» И Гомельская державная инспекция Водителям, які стали удельниками акции Было пропоновано показать свои навыки у оказании первой медицинской допомоги Али гэта не экзамен И тым, хто сумнявался, специалисты демонстровали основные приемы В ратаване потерпелых и уручали наглядные памятки Головная мета акции – навучить водителям Оказанию первой допомоги А так само продухелить покидание водителям Места у дорожно-транспортных здареньев У яких яны стали виноватыми альбо светками Причиной гэта гэта часто становится элементарное Неаведанне правилу оказания первой допомоги потерпелым Такая акция проходит у Гомеля не у першыню И мая уже свой плен По словах представников «Червоного крыжа» Людей, які свертаются до их, как навучиться Оказать первую допомогу С кожным годом становится усе больше На Гомешине завершился гастрольный тур ансамбля «Бяседа» Який ведомый белорусский коллектив проводил У рамках республиканской акции «Любить Беларусь» И организаторы – телеканал «Беларусь-3» И громадское объединение «Белая Русь» А головная мета творчого проекта Доведаться об тем, как живут белорусские городы сёння Показать богатие национального фольклору Долушить глядашоу до историко-культурной спадшины А так само полепшить их узровень володы народной мовой А в тем, как проходила акция в регионе – наш наступный сюжет Первым пунктом у подорожей «Бяседы» по Гомельской области стал Светлогорск Поколь ансамбль рихтовался до выступления Журналисты, которые осветляли проект, ознайомились с городом Глядающие о госславутости, дивились от шестенев улиц А у всех, кто бывал тут ранее, тому, насколько изменился райцентр Не стоит на месте и культурное житё города До прикладу сирот ближайших падей гастроли цирка лилипутов И выступления фольклорного гурту с Москвы Про то, что «Бяседы» забеспечены аншлаг Стала заразумела задолго до початку концерта Потому что это всё-таки возрождение духовности своего рода Город молодой, и я думаю, что этот концерт, который приехал в наш город Ну, будет как звёздочка на ясном небе Прогноз справдился Зало в районном Доме культуры было заполнено При этом глядачы оказались они просто назиральниками А леповновартосными удельниками программы Ведучая телерадио-компании Гомель Алина Троценко Провела викторину «Размовляем по белорусскому» У бескомпромиссной судышцы за звание лепшого знавца родной мовы Сошлись две команды глядачов Тых, кто проиграл в этом спаборнестве, вядома ж не было А гульную перемогу отзначали народными хитами, яким подпевала уся зала И бурными аплодисментами у знак падяки артистам Да речи, сярод глядачов были и ты, а кто для концерта приехал из соседних районов К нам в Октябрьский район не приехала беседа, но их, видимо, не получается, не запланировано Поэтому мне пришлось приехать в Светлогорск Они очень энергичные, веселые После их концерта эта душа поет, сама радуется На наступный день акция «Любить Беларусь» стартовала у Жлобине Нагадаем, в 2013 году тут проходил республиканский фестиваль «Дажинки» Уперед под рыхтовки был проведен небывалый объем будовничных работ и реконструкций У певном сенсии город фактично переродился на бывший европейский выгляд Выступление беседы проходило под открытым небом и собрало каля 5 тысяч глядачов Финальный на Гомельщине концерт отбылся в неделю, 13 вересня И уже по традиции собрал полную залу в городском центре культуры Для Беларуси это самое главное Это наши предки, это наша спадщина Надо стремиться к совершенству, надо любить И любить тех людей, которые с тобой рядом находятся на нашей Беларуси земле Руслан Прилесковский, Сергей Негеревич, Александр Александронец Телерадиокомпания «Гомель» Конкурс «Бег на Абцасах» стал одним из самых видовичных мероприемств в Дня Города Який областный центр означал у минулые выходные У забегу вырошили удельничать 19 девчат Кто-то выпадково зазернул на конкурс, кто-то пришел за кампанию за сябровкой Были девчаты со спортивным минулым Умовы конкурса в этом году не изменились Абцас не ниже за 7 сантиметров и взросл от 18-ти годов Але выбор обутку организаторы не обмяжовывали Некоторые удельницы, как не упасть, обмотывали туфли скотчем Але без падения, на жаль, не обойшлося Девчину вырошили подтримать с утешальным призом за волю до перемоги А вот лепшей селета стала 25-годовая Ганна Краушенка Выховальница детячего сада У бегу на Абцасах она удельничает уже третий год В минулом году она так само была лепшей и выиграла планшет, и золотый кулон В этот раз худкой Ганне подарили ноутбук Я люблю бегать, мне легко это дается Но на каблуках это я только начала пробовать На каблуках нет, не бегаю Девчины, которые заняли другое и третье место Отримали сертификаты от Центра моды и при Гажосте «Криштальная нимфа» В Гомеле отбылось областное первенство По самбо сярод юнаков На споборництвы съехались спортсмены за вся горы Ейона Пераможцы уже на республиканском узровне Будут оспрешивать право поехать на сусветное первенство Самбо не выходит в олимпийскую программу А тому культивирует яго не так широко Як, например, вольную тигрыко-рымскую боротьбу Я ледячи на это, дадзинный вид одиноборства Укористается стабильной популярностью Тем больше, что молодым есть на кого равняться По кольным татамям мацнейших выявляли Будучая зорки белорусского самбо За имя назирали спортсмены, які уже Зарабились обе имя в этом виде спорту Сяродых переможцы и призер чемпионатов света Европы Яугин Семашкин На областное першинство съехались Коля 60 спортсменов 1998-1999 года народжения Моцнейших выявляли у восьми ваговых категориях Цена перемоги высокая Право выступить на республиканских споборницах По вынику яких будет формироваться Команда краины для удела усусветным В першинстве сярод юнаков Конкуренция очень большая Потому что участвуют ребята Приехали из города Светлогорска, Чечерска Училище Олимпийского резерва Где уровень подготовки очень хороший Новины региона, информацию об проектах телерадио компании Гомель Вы можете найти на нашем сайте в интернете По адресе www.tivergomel.by На этом выпуск завершен И у студии працавал Александр Гамоля Добрых вам новинов И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин